Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Они планировали, проектировали и строили, соединяя историческое прошлое города с его настоящим. В Самаре наградили активных участников организации и установки стелы «Город трудовой доблести». Сделали все, чтобы дороги были удобны как для водителей, так и для пешеходов. В этом году 66 километров самарских дорог преобразились за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Самаре подводят итоги двухдневного патриотического форума «Самарское знамя». Сегодня в планах финал исторической олимпиады, участие в которой принимали школьники со всей области. Научная конференция среди студентов и историков и церемония награждения. Самое высокое и масштабное в Самаре. Сегодня те, кто участвовал в разработке проекта и установке стелы «Город трудовой доблести», получили награды. Архитектурный комплекс появился на Аллее трудовой славы в Кировском районе, как олицетворение подвига тылового Куйбышева, который в годы Великой Отечественной войны стал запасной столицей. Подробнее расскажет Светлана Кудрявцева. Они планировали, проектировали и строили, соединяя историческое прошлое города с его настоящим. В Самаре наградили активных участников организации и установки стелы «Город трудовой доблести». Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила историков, краеведов, работников архивов, общественников, депутатов и представителей тех предприятий, которые внесли свой вклад в реализацию масштабного проекта. Я хочу сейчас обратиться ко всем руководителям предприятия. Без вас совершенно точно стелба была, наверное, чуть попроще, чуть менее изящной, чем она получилась. Мои отдельные слова благодарности всем нашим краеведам, всем нашим историкам, мои слова благодарности и российскому историческому обществу. Когда идешь мимо наших пилонов, мимо нашей стелы, действительно сердце замирает, насколько она получилась грандиозной. Архитектурный комплекс появился на Аллее трудовой славы в Кировском районе Самары как олицетворение подвига тылового Куйбышева, который в годы Великой Отечественной войны стал запасной столицей. В город на Волге в 1941 году эвакуировали посольства и миссии зарубежных стран – крупнейшие предприятия военно-оборонного комплекса. Город выпускал каждую пятую авиабомбу, каждый третий артиллерийский снаряд. В промышленных цехах изготавливали легендарные самолеты-штурмовики Ил-2. Стеллу открыли 10 декабря, в день, когда 80 лет назад самолет Ил-2, собранный в запасной столице, совершил свой первый полет. Патриотический проект разработали после того, как в год 75-летия Победы президент России Владимир Путин присвоил Самаре почетное звание «Город трудовой доблести». Одним из инициаторов создания Стелл было военно-историческое общество. Ведь когда президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ, все были чрезвычайно рады. И начали уже думать, как увековечить, начали какие-то проекты. И вдруг мы узнаем, что военно-историческое общество берет это на себя, разрабатывает проекты. И это, конечно, громадный вклад. Российское военно-историческое общество организовало конкурс архитектурных проектов для Стелл, которые устанавливают во всех городах, получивших почетный статус трудовой доблести. В конкурсе приняли участие более 11 тысяч человек. Из 20 лучших выбрали проект архитектора Дениса Стритовича. Его концепцию взяли за основу, но в каждом городе дополнили по-своему. В Самаре Стелла стала самой высокой и масштабной. По наполнению, по качеству исполнения, по высоте Стеллы, по тому, как она вписалась в тот существующий уже мемориальный объект, потому что аллея трудовой славы только у нас. Поэтому многие говорили, какие вы хитрые, да? Вы специально заранее, за долгие годы строили эту аллею, и отдельно уже каждое предприятие могли выставить там информацию о себе, историческую информацию, что потом увенчало. Все это великолепная Стелла. Поэтому, конечно, когда заместитель председателя Российского военно-исторического общества Овсиенко Николай Павлович приехали, увидели эту замечательную мемориальную композицию, все были в восторге и сказали, конечно, мы одни из лучших. Архитектурный комплекс в Самаре включает 26-метровую Стеллу из стекла и металла и 10 пилонов. На центральной части композиции – изображение легендарного самолета Ил-2 и военного парада 1941 года в Куйбышеве, а на пилонах – информация о памятных датах и основных событиях военных лет. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. В этом году 66 километров самарских дорог преобразились за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги». Во время ремонта специалисты профильного департамента и городские службы сделали все, чтобы проезжие части были удобны как для водителей, так и для пешеходов. Особое внимание уделили социально значимым маршрутам. Анатолий Головко расскажет, как изменилась Самара благодаря дорожному нацпроекту. В зимнее время Самара по-особенному привлекательна. Теплый праздничный свет от уличной иллюминации создает неповторимую атмосферу. Ею окутаны парки, скверы и другие общественные пространства. Многие из них для самарцев стали излюбленными местами для прогулок и активного отдыха. А благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» подходы и подъезды к ним стали удобнее. Общественные пространства располагаются там, где был выполнен ремонт в текущем году обеихтов уличной дорожной сети, то есть непосредственной близости. Сегодня находимся в сквере на улице Аврора, где выполнялись непосредственные близости, выполнялись работы по ремонту улицы Аэродромной. Данный сквер был отремонтирован не так давно, и сегодня он нарядно украшен для проведения праздничных мероприятий. Городские маршруты обновляли комплексные картами. Так улицу Аэродромную площадью почти 40 тысяч квадратных метров отремонтировали методом больших карт. Теперь подъехать к парку, который появился здесь в прошлом году вместо стихийного рынка, стало удобнее. Карточным методом отремонтировали и улицу Академика Кузнецова в Красноглинском районе. Эта дорога ведет к одному из излюбленных мест самарцев и гостей города – вертолетной площадки. Ее масштабно обновили в этом году. Также любима жителями и гостями площадь имени Куйбышева. В зимние праздники она становится настоящим культурным центром Самары. Изменения заметны. Это доказывает и общественная оценка. В связи с ремонтом улицы Куйбышева стало очень удобно добираться до центра города, до сквера Аксакова, до сквера Трехвязов. Здесь отличная транспортная развязка, есть удобные остановки. На средства дорожного проекта комплексно отремонтировали проспект Масленниково и улицу Луначарского. Они ведут к новым для Самары культурным объектам – саду баланса и филиалу Третьяковской галереи в фабрике кухни. На примыкающих улицах ремонтировали не только дорожное полотно, но и тротуары. Заменили бортовые камни, придорожные плиты, благоустроили газоны и обновили все средства организации дорожного движения. Расположенные в советском районе парки «Дружба и Победа» в этом году обзавелись ледовыми катками. Проехать к этим местам отдыха можно по улице Аэродромной, энтузиастов и проезду 9 мая. Подрядчики в этом году отремонтировали здесь дорожное полотно, значительно улучшив транспортную доступность. Жители, отдыхающие здесь круглый год, очень оценили изменения. И летом здесь гуляем, и зимой на каток, на лыжах здесь катаемся зимой. Поэтому как бы нормально так. Доступный парк стал почище, поуютней. В связи с тем, что произведен ремонт дорог, ускоряется, конечно, движение. Такая загруженность. Ни ям, ни кочек, ничего такого нет. И быстрее добираешься. Дорогу на проспекте Кирова отремонтировали одной из первых. Это ключевой маршрут, который соединяет Заводское шоссе, улицу Новосадовую и Московское шоссе. За сезон выполнен колоссальный объем работ. Очень комфортно стало передвигаться по проспекту Кирова после ремонта дорог. Стало современно, красиво и безопасно. Эта дорога ведет площадь Кирова, дворец культуры. Здесь находится торговый центр. То есть дорога – это очень важная и главная дорога для Кировского района. В этом году дорожные службы ремонтировали маршруты и в отдаленных районах города. Например, в Куйбышевском обновили улицу Кишиневскую. По ней местные жители могут добраться до сквера нефтяников и одноименному Дому культуры. Социальная направленность – приоритетный критерий, по которому выбирают дороги для ремонта. В следующем году подрядные организации подготовят инфраструктуру к проведению Всероссийского фестиваля, посвященного 30-летию российской студенческой весны. Закончат обновлять улицу Ленинградскую и Волжский проспект. Анатолий Головко, Михаил Ермоленко, Максим Гусев, Григорий Плешаков. События. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 537 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе – 196 тысяч 897 человек. Такие данные в пятницу 24 декабря опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 1046 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 148 тысяч 688 пациентов. Вакцинировали, чтобы обезопасить своих детей. В семье Жигулиных, проживающих в селе Александровка, Кенельского района, растут трое дочек. Чтобы защитить не только свое здоровье, но и здоровье малышей, Юлия и Сергей прошли вакцинацию. Подробности в нашем сюжете. Жигулины живут в селе Александровка, Кенельского района. В семье растут три лапочки дочки. Теперь родители мечтают еще и о сыне. Мама Юлия рассказывает, живут дружно. Старший ухаживает за младшими сестрами. Жигулины держат хозяйство, огород, а с весны начнут строительство большого и светлого дома. Муж Юлии Сергей, что называется, с золотыми руками, он кузнец. Но только в свободное от работы время. А трудится Сергей в службе соцзащиты населения. С наступлением пандемии все сотрудники привились от коронавируса. Последовать их примеру они советуют и своим подопечным. С благополучателями мы разговариваем со всеми практически лично. Говоря о том, что это необходимо быть вакцинированным. Прежде всего, защищая себя, защищая своих близких, защищая своих родственников. Прививку от коронавируса сделали оба супруга. Юле сначала пришлось стабилизировать состояние здоровья, сделать необходимые анализы и только потом пройти вакцинацию. Мы обезопасили свое здоровье, здоровье своих близких, тех людей, которых мы любим, уважаем, часто общаемся. У нас очень много знакомых. Нас очень много посещает людей. Бывает в гостях у нас. Поэтому мы себя обезопасили и обезопасили всех своих окружающих. Во время пандемии вопрос детского здоровья приобретает особую актуальность. Коронавирусом заболевают и дети до года. Болезнь представляет большую опасность для младенцев. Вакцинация взрослых пока единственный эффективный способ защитить детей от ковида. Если взрослые вокруг ребенка защищены, под защитой и он. Виктория Шарая, События. В Самаре завершился форум «Самарское знамя». Это часть одноименного международного культурно-патриотического проекта. В течение двух дней для школьников и студентов проводили концерты, олимпиады, показывали историческую передвижную выставку. Подробнее расскажет Мария Левина. Анастасия Вергут преподает уроки истории в средней школе. Ее ученики заняли призовые места в олимпиаде, которая прошла на форуме «Самарское знамя». Говорит о горчина, что в учебной программе уделяется не так много внимания роли «Самарского знамени» в русско-турецкой войне. И приятно, что проводится такое количество всевозможных патриотических форумов, олимпиад и конференций, которые помогают заполнить пробелы в знаниях. Они понимают, что история не только глобальна, она еще и на микроуровне есть. То, что такое историческое событие в нашем крае, на нашей земле происходило. Это подъем патриотизма, я считаю. То, что вот эта олимпиада, она влияет на складывание патриотизма. «Самарское знамя» – это один из символов вооруженных силы Болгарии. Полотно, вышитое монахинями Иверского женского монастыря, было подарено болгарским ополченцам во время русско-турецкой войны. Событием тех времен посвящен одноименный роман российского писателя Алексея Солоницына. Именно с момента его издания в Самаре и начали развивать международный культурно-исторический проект «Самарское знамя». В этом году он проходит уже в пятый раз. Чтобы вы знали о том героическом, о том заповедном, о том самом главном, что есть у нашего города. И что ни у одного другого города нет. Ни у одного города нет такого взлета духа, который был проявлен в 1876-1800 годах. Двухдневный форум «Самарское знамя», который стал частью масштабного проекта, собрал более 500 участников в смешанном формате онлайн и офлайн. За пару дней для них провели концерт духового оркестра, историческую олимпиаду и конференцию. А с тематической передвижной выставкой организаторы объехали всю область. Ежегодно у нас проходит большое количество мероприятий и для школьников, и для студентов. Мы общий охват только за последние два года, 2020-2021, более тысячи мероприятий, которые в целом охватили почти около полумиллиона человек. Почаще заглядывать в свою историю. Историю очень многому учат. И мы, наверное, вглядываясь в те события, мы находим ответы на многие вопросы, в том числе и международные, которые происходят сегодня. И, безусловно, проект будет продолжаться. Он поддержан президентом Российской Федерации, губернатором Самарской области. В рамках культурно-патриотического проекта в город на Средней Волге приезжала делегация из Болгарии, а также реконструкторы со всей России. До пандемии каждое лето в Струковском саду устраивали реконструкции боев русско-турецкой войны. В последние два года из-за эпидемиологической обстановки часть мероприятий перевели в онлайн-формат, что не мешает продолжать раскрывать современному поколению историческую действительность и рассказывать о помощи русского народа. Мария Левина, Николай Сидоров, События. А теперь коротко о других темах дня. Следственный комитет начал проверку по факту гибели четырех рыбаков в Самаре. Трагедия произошла в четверг 23 декабря. Тела мужчин без признаков жизни были обнаружены в 30 метрах от берега водоема, который находится около поселка Чкалово Кировского района. Незадолго до этого рыбаки перестали выходить на связь с родственниками. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает Следственный комитет. В Самаре скорректировали автобусный маршрут номер 207. Постановление об этом подписала глава города Елена Лапушкина. 207-й коммерческий маршрут. Автобусы курсируют от завода «Экран» до «Хлебной площади». Согласно поправкам мэрии, схему движения поделили по сезонам. В теплое время года автобусы будут заезжать на набережную. С 1 мая по 30 сентября маршрут номер 207 будет пролегать по проспекту Кирово, Заводскому шоссе, улицам 22-го портсъезда, Гагарина, Промышленности, Аэродромной, Партизанской, Киевской, Чернореченской, Клинической, Мичурино, Осипенко, Волжскому проспекту, Вилоновской, Максима Горького, Комсомольской, Водников, Князя Григория Засекина, Степана Разина. В Министерстве строительства Самарской области рассчитали сумму, в которой обойдется возведение станции метро «Театральная». Информация об этом содержится в документах торгов по поиску подрядчика для разработки проекта объекта. Предполагаемая предельная стоимость строительства станции «Театральная» с перегоном составит 18,5 миллиардов рублей, указанных в документах. Этот проект активно обсуждали в начале 2000-х годов, а в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года власти подали заявку федеральным властям на получение финансирования. Однако Мундиаль не помог, деньги не были выделены. Тему удалось поднять снова, когда федеральные власти одобрили инфраструктурный кредит для «Самары» на завершение первой ветки метро. 10,5 миллиардов рублей на 15 лет под 3% годовых. Начать работы планируют в 2022 году. Строить новый перегон метро собирается закрытым способом. Продяженность маршрута составит 1600 метров. Электропоезд «Ласточка» скоро отправится по маршруту «Самара-Пенза-Саранск-Москва». Это будет комплектация «Премиум». Кроме того, в 2022 году будет организовано движение двухгруппного поезда, вагоны в котором имеют разные пункты назначения по маршруту «Самара-Уфа-Санкт-Петербург». Это делается в связи с планируемой заменой подвижного состава на двухэтажные вагоны. В национальном парке «Самарская Лука» с 1 января вводится новый порядок оплаты за посещение. Плата устанавливается в размере 200 рублей с человека за одно посещение, длительность которого до трех календарных дней. Сейчас электронная путевка стоит 70 рублей и выдается на сутки. Туристическая путевка дает право посещать территорию парка в пределах разрешенных участков и маршрутов, информация о которых размещена на официальном сайте парка. В список лиц, освобожденных от платы за посещение, внесены местные жители, собственники жилой недвижимости на территории населенных пунктов в границах парка, жители Жигулевска, дети до 18 лет, пенсионеры и другие льготные категории. В России планомерно развивается государственная информационная система ЖКХ. Задача этой платформы – сделать работу специалистов жилищно-коммунального хозяйства максимально прозрачной для граждан. Это единое хранилище, в котором накапливаются данные со всей страны. Через ГИС, ЖКХ россияне могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями – ТСЖ, органами власти различных уровней. Можно проверить начисления за текущие и предыдущие периоды, а также внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, ввести и проверить показания приборов учета, контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а также их стоимость, проверить наличие лицензии управляющей организации и узнать график капитального ремонта дома, получить информацию о тарифах на ЖКУ, принимать участие в управлении домом, в совместных электронных голосованиях и обсуждении вопросов и проблем с соседями на форуме, направить обращение в органы власти, получить уведомления о плановом отключении коммунальных ресурсов в своем многоквартирном доме и многое другое. На сегодня ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государственных и муниципальных услуг, поэтому отдельной регистрации в системе не требуется, зайти можно через подтвержденную учетную запись госуслуг. Для удобства пользования системой создано специальное мобильное приложение для платформ iOS и Android. Далее перейдем к новостям экономики. Их расскажет Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория, уважаемые телезрители. Минсельхоз ожидает роста цен на хлеб и масло в феврале следующего года. С чем это связано? Расскажу об этом сразу после информации о ценах на нефть и газ. Цена на нефть в следующем году может остаться на уровне 75 долларов за баррель с колебаниями на 10% как вверх, так и вниз. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, такая цена возможна с учетом роста мировой экономики и спроса на нефть. Об экономическом росте говорят многие аналитики, а рисков, которые бы отклонили уровень от текущего, не видно. В России ожидают увеличение объема добычи нефти до 550 миллионов тонн. Также вице-премьер дал прогноз по ценам на газ в Европе в 2022 году. Александр Новак уверен, что они будут держаться на высоком уровне. Это связано с балансом спроса и предложения. В ситуации с Европой, когда импорт газа составляет 250-300 миллиардов кубометров в год, нужно всегда понимать, откуда брать эти объемы и рассчитывать в первую очередь на долгосрочные контракты, отмечает вице-премьер. Зато цены российских производителей на муку и хлеб могут вырасти в феврале следующего года. Негативное влияние на ценообразование будет оказывать рост стоимости коммунальных услуг, логистики, упаковки и прочих составляющих. Дополнительным фактором риска также является потенциальное увеличение цен на пшеницу на мировом рынке по причине низкого урожая в странах Северного полушария. По данным Минсельхоза, пшеничная мука в рознице может подорожать на 3,7% по сравнению с ноябрем 2021 года, что приведет к увеличению стоимости хлеба на 2%. Также рост цен ожидается и на подсолнечное масло. Дефицит автомобилей в России будет сохраняться в первой половине 2022 года из-за проблем с поставками электронных компонентов, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он подчеркнул, что параллельно министерство работает с радиоэлектронной промышленностью и микроэлектроникой. По словам министра, это займет определенное время. Результат, по факту, будет виден через 2-2,5 года. С дефицитом машин российский авторынок столкнулся еще в прошлом году. Основная причина сложившейся ситуации – нехватка полупроводников, которые используются для производства электронных автокомпонентов. На этом фоне цены на авторынки существенно выросли. Так, по данным Автостата, ценник на легковые машины в России по итогам года в среднем увеличился на 17%. Аналитики Яндекс.Маркета выяснили, какие новогодние украшения в декабре этого года пользуются наибольшей популярностью. Почти 75% купленных украшений приходится на новогодние фигурки и шары. В топ-10 самых популярных новогодних фигурок входит звезда, Дед Мороз, елка, шишка, снеговик, снежинка, олень, колокольчик, Санта-Клаус и сердце. Причем в топе фигурок животных – олени и птицы. А вот тигр – символ 22-го года по китайскому календарю только на третьем месте. Самые востребованные цвета новогодних украшений – красный, золотистый, белый, серебристый и зеленый. Официальный курс доллара на предстоящие дни – 73 рубля и 19 копеек, евро – 82 рубля и 93 копейки. Нефть марки «Брент» – 76 долларов и 9 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. На сегодняшний день в 63-м регионе оформлено уже 9 тысяч карт жителей Самарской области. В массовый оборот они поступили летом. Пластик интегрирован в платежную систему МИР. Он работает не только как банковская карта, но и обладает рядом других функций. Пользователям доступно транспортное приложение, а также скидки в магазинах-партнерах. Держатели карты жители Самарской области с 1 сентября по 31 декабря получают скидку на проезд в общественном транспорте в 8 рублей. Эта акция продлится и на 2022 год. Также в следующем году будет подключена возможность льготного проезда по карте для пенсионеров, как по социальной карте. Уже в начале года функционал карты пополнится цифровым полисом ОМС. Тем самым отпадет необходимость носить в поликлинику бумажный вариант документа. Прорабатывается возможность использования карты жителя в качестве идентификатора при получении электронного рецепта. Кроме того, в 2022 году можно будет оплатить карты и культурные мероприятия с накоплением бонусов для покупки последующих билетов. Сегодня католики и протестанты отмечают сочельник канун Рождества. Римско-католическая церковь празднует Рождество по Григорианскому календарю в ночь с 24 на 25 декабря. В католической традиции сочельник является самым строгим днем рождественского поста, когда запрещено употреблять пищу до появления первой звезды. Утром в католических храмах служат мессы по чину Адвента, а вечером принято собираться всей семьей за столом. Одна из популярных традиций сочельника у западных христиан – оставлять за праздничным столом одно свободное место. Любой человек, который навестит дом, должен быть принят как брат. Эта традиция призывает помнить о близких, которые не могут встретить Рождество со своей семьей. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова